Братья и сестры, Христос Воскресе! Сегодняшний воскресный день в церковном календаре носит название «Неделя о слепом». Церковь сегодня вспоминает великое чудо, совершенное Христом – исцеление слепорожденного человека. Ученики Спасителя, увидев сидевшего при дороге слепого, спросили своего Учителя, из-за каких же великих грехов постигло его такое несчастье. И Христос говорит очень важную вещь – это не из-за грехов, но чтобы явилась на нем слава Божия. Так что некоторые наши болезни могут быть к славе Божьей, чтобы в нашей немощи Господь явил свое могущество, и мы прославили Его. Христос сделал жижицу из земли, бывшей на том месте, помазал глаза слепому и отправил его на источник воды умыться. На источник послал для того, чтобы многие люди стали свидетелями этого чуда. И мы видим далее, что этот человек прозрел не только физически, но и духовно. Он явил великую веру во Христа, оказался необычайно мужественным и не убоялся никаких испытаний. Он не побоялся сильных мира сего, духовно слепых фарисеев, которые стали злобно обвинять Христа, восставали против истины и против неоспоримого великого чуда. Глаз – это самый тонкий орган человеческого тела. Глаз – это ювелирная работа великого художника. К примеру, глаз человека может увидеть 500 оттенков серого. Радужная оболочка глаза имеет 250 уникальных характеристик, тогда как отпечатки пальцев только 40. Только Господу под силу создать такое удивительное чудо. Когда говорят о чем-либо, что нужно особенно тщательно хранить, говорят – береги, как зеницу ока. Повредить глаз легко, но исцелить трудно. Поэтому дарование зрения совершенно слепому человеку – есть дело великого могущества. Это большее, чем хождение по водам или изгнание демонов. В связи с этим чудом приходит на память удивительный святой XX века, святитель Лука Войноясенецкий. Он был одновременно и знаменитый хирург, и епископ русской церкви. Святитель Лука был исповедником. Он много пострадал от безбожной власти. Более 10 лет провел в лагерях. Так вот, он первый из всех людей повторил врачебное чудо Христа. Даровал зрение слепорожденному. С той, правда, большой разницей, что у него в руках был скальпель, а Христос исцелил только одним словом и своими руками. Представьте себе ощущение человека, который всю жизнь жил во тьме и вдруг увидел Божий мир. Ученые говорят, что мы 90% информации получаем через зрение. И этот человек, которого исцелил святитель Лука, собрал слепцов со всей округи, и они длинной вереницей пришли в больницу, держа друг друга за палки. Этому святому Луке Крымскому молится сегодня весь православный мир. Все, что происходит в Евангелии, все, что творит Господь, касается каждого из нас. Очень многие люди, родившиеся в 20 веке, являются поколением слепорожденных. Мы были рождены по большей части своей вне веры в Господа. Духовные очи наши должны были оставаться закрытыми, и миллионы людей должны были отойти в вечность, не познав ни Бога, ни духовного мира. Было сделано все, чтобы мы, родившиеся слепорожденными, в тогдашнем советском государстве, остались бы таковыми навсегда. Но чудо Божие совершилось над нами. Господь, не спрашивая, веруем ли мы, и даже зная, что веры в нас нет, благодатью и скорбями помазал нас, как святым миром. И миллионы людей в нашей стране исцелились, открылись их духовные очи. Однако сегодня в нашем мире есть множество соблазнов потерять веру, которую мы обрели. Пусть же, братья и сестры, будет нам примером тот древний евангельский человек, который получил от Христа зрение физическое и духовное, и мужественно устоял в своей вере, не поддавшись на все искушения и соблазны. С праздником!